Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города». О главных темах – материалы моих коллег. Смотрите в выпуске. В федеральное послание президента РФ обсудили политологи на заседании клуба. Подробнее расскажет Максим Васильев. Половодие отступает, а мы разбирались, чем уникальное и прекрасное это явление. Валерий Седов о том, что грозит должникам по алиментам, а также о пресеченном случае выращивания запрещенных растений в регионе. О роде депутата Государственной Думы в отстаивании интересов субъекта говорили политологи Рязанской области, обсуждая послание президента. По их словам, Андрей Макаров – лучший политический выбор на этот пост. И успехи социально-экономического развития, в том числе и его заслуга. Его узнаваемость, опыт связи, а главное – вовлеченность в происходящее – главный козырь Рязанской области в парламенте страны. Андрей Макаров – настоящий политический тяжеловес, говорили политологи. Битва за них этой осенью будет серьезной. Быть слышимым на фоне других регионов – то, что удается рязанскому представителю в Госдуме, всегда. Его комментарии – это тоже всегда убедительно, в том числе и после послания президента. Только те выплаты, которые сегодня были обозначены президентом, я подчеркиваю, только прямые выплаты, по этому году составляют где-то порядка 270 миллиардов рублей. По следующему – где-то примерно 140. Я повторяю, это только то, что сегодня президентом непосредственно названо. Есть ли на это средства? Да, есть. Все эти средства саккумулированы. Более того, когда мы рассматривали бюджет страны, и когда мы создавали, в первую очередь, резервный фонд правительства и механизм его пополнения, мы предусмотрели все необходимые условия, чтобы эти средства в бюджете были. Его результативность даже не в количестве денег, пришедших в Рязанскую область. Хотя сумма тут действительно впечатляет. В прошлом году регион получил больше 6 миллиардов дополнительных средств из федеральной казны. В этом уже почти миллиард. При этом о своем участии Макаров часто умалчивает. Мне кажется, что очень важно не просто там пиар-агент какой-то от региона, а это должен быть человек, который полностью погружен, и чьи задачи полностью коррелируются с теми, которые стоят перед регионом, которые стоят перед тем же правительством Рязанской области. Достойный и деловой под эти эпитеты должен подходить не только Андрей Макаров, но и остальной полдепутатов. Ирина Сизова за ротацию, но, конечно, лидер должен быть неизменен. Все мы прекрасно помним, насколько требовательен Андрей Михайлович именно к вопросам финансовой дисциплины и отработки всех необходимых решений, решений, необходимых для получения бюджетных средств. Об этом никому объяснять не надо, кто это понимает и умеет донести до других лучше него. Поэтому сохранить такого депутата, как Макаров, нам, конечно, необходимо. Еще одна важная тема, о которой говорили политологи – законодательное закрепление ответственности за предвыборные обещания. Необходимость ежегодных отчетов депутатов перед избирателями тоже давно назрела. Максим Васильев, телекомпания «Город». Наша телекомпания регулярно показывает сюжеты о должниках по алиментам, которых объявили в розыск. Обычно в таких историях из семьи уходит отец и не платит алименты на содержание единственного ребенка. Далее расскажем о другой ситуации, где сумма долга превышает миллион, а ребенок не один, а трое. 1 миллион 600 тысяч рублей – такую сумму задолжал рязанец своим трем дочерям. Мужчина ушел из семьи, и девочки росли без отца. И без его материальной поддержки, потому что алименты мужчина выплачивать не спешил. Вместе с долгом росли девочки. Одна уже стала совершеннолетней, двум другим исполнилось 15 и 11 лет. А сумма долга по алиментам продолжает расти. В связи с тем, что ни по месту регистрации, ни по последнему известному месту жительства гражданин не проживает, на связь с судебными приставами не выходит, то по инициативе судебного пристава исполнителя он объявлен в розыск. Мужчину зовут Александр Никифоров. Исполнительное производство возбуждено в отделении судебных приставов по Скопинскому и Милославскому районам по взысканию денежных средств. Управление обращается к гражданам. Если вы обладаете информацией о местонахождении данного лица, сообщите в дежурную часть ведомства по телефону 29 45 00. В управлении ФССП напоминают, что в соответствии с федеральным законом номер 152 судебные приставы исполнители в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Ночью из окон некоторых домов льется розовый свет. Там растет рассада. Огурцы, перец и другие растения. А некоторые на подоконнике проращивают запрещенные растения. Так в Скопинском районе мужчина решил посадить марихуану. На кадрах оперативного видео домашняя оранжерея. Такую организовал житель села Вослебово, что в Скопинском районе. В своем доме он оборудовал помещение светоотражающими материалами и добавил специальное освещение. Все ради того, чтобы выращивать коноплю. Но, как писали классики, тайное всегда становится явным. Сотрудники полиции получили информацию, что 30-летний неработающий житель села Вослебово Скопинского района в домашних условиях занимается культивированием конопли и изготовлением из нее наркотического средства – марихуаны. Делом занялись сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Рязанской области. Совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России Скопинский. Оперативники провели санкционированные судом обследования по адресу проживания мужчины. Внутри находились 16 емкостей с кустами каннабиса. Там же полицейские изъяли 2 килограмма 255 граммов конопли в стадии высушивания и 50 граммов готовой марихуаны. Выясняется, с какой целью мужчина занимался данной деятельностью. Безработному натуралисту грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Незаконное изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере». Валерий Седов, телекомпания «Город». Каждая семья, где растут дети школьного возраста, включая будущих первоклашек, перед новым учебным годом получит по 10 тысяч рублей на каждого. Кроме того, детям из неполных семей с 1 июля выплатят 5 650 рублей. Вот неполный перечень резонансных заявлений Владимира Путина в послании Федеральному собранию. Кроме того, президент страны анонсировал серьезную финансовую поддержку учебным заведениям и раскрытие туристического потенциала малых городов. Внутренняя повестка ключевая в послании Владимира Путина Федеральному собранию. А словосочетание «семья» и «дети» вообще стало сквозным. В России очевидный спад пандемии, но локдаун серьезно ударил по благосостоянию граждан. Поэтому поддержку от государства ждали, а начиталась. Очередные прямые выплаты официально называются для подготовки к новому учебному году и рассчитаны на всех школьников. Но фактически их смысл Владимир Путин, в общем-то, и не скрывал. Подчеркну, в период эпидемии все наши решения были направлены на поддержку граждан. Но понимаю, что и сейчас многим, многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены. И мы дальше пойдем. Но этого еще не произошло. И в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста. А именно, по 10 тысяч рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек. На ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу. Финансово федеральная власть поддержит и неполные семьи с одним родителем. С 1 июля на детей от 8 до 16 лет выплатят в среднем 5,5 тысяч рублей. По многочисленным просьбам в сфере образования Владимир Путин восстановил справедливость. Теперь за классное руководство или кураторство доплату в 5 тысяч будут получать и преподаватели профтехучилищ и колледжей. На ремонт педагогических вузов власти потратят 10 миллиардов. К самой же учебной программе у президента возникли вопросы. До сих пор еще, знаете, вот открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия. Просто удивительно. Все, что угодно там написано. И о втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Просто удивительно. А кто, просто не знаю, даже не хочу комментировать. Ярко выраженная социальная направленность озвученных инициатив президентов очередной раз подтверждает, что главной задачей для всех остается обеспечение необходимых условий для роста качества жизни и благосостояния людей, дальнейшего эффективного развития регионов. Предложенные президентом России решения в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, экономики являются крайне своевременными и важными. Нацелены на усиление прямой адресной поддержки граждан. В первую очередь семей с детьми и неполных семей творческой молодежи. Такие слова губернатора Рязанской области Николая Любимова приводит официальный сайт регионального правительства. А депутат от Рязанской области Андрей Макаров назвал озвученные первым лицом государства меры поддержки абсолютно конкретными. Борьба с бедностью, это очень важное условие, приобретает очень адресный характер. Вот мы поддерживали, создали систему, создавали систему поддержки, в первую очередь семей с детьми. Семьи с детьми, ну вот давайте вспомним поддержку до трех лет, от трех до семи лет. Сейчас эти меры поддержки дополняются уже свыше семи лет, если семья нуждается. В Рязанской библиотеке имени Горького на совместный просмотр послания президента пришли представители региональной общественной палаты и гражданские активисты. Каждый в тезисах Владимира Путина нашел свой смысл. Мы видим четкие посылы, направленные на решение демографической ситуации, жесткие требования по экологии. Я не могу об этом не сказать. И задачи конкретные, несмотря на сложную ситуацию, выполнение, безусловное выполнение всех национальных целей и приоритетов, сохранение этих целей и конкретизация их, серьезная помощь семьям с детьми, для нас, женщин, членов женских организаций, это очень важные меры. Социальная сфера здравоохранения – это учебники. Вы знаете, у меня вот зацепило слово учебники, то, что нужно их пересмотреть. Воспитать молодежь в том ключе, как воспитывались мы, и уважение к старшему поколению, вы знаете, вот прям зацепило. Внутренний туризм – еще одна тема, на которой Владимир Путин остановился отдельно. Новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» придаст новое дыхание развитию курортов, малых городов и здравниц России. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Жители нескольких сел Рыбновского района снова тревожит местный мусорный полигон. По их словам, вопреки воле губернатора и судебному решению, на свалку ежедневно привозят мусор из Московской области. Инициативная группа намерена добиваться ни много ни мало полного закрытия свалки. Этот мусорный полигон в Рыбновском районе для жителей близлежащих сел костью в горле стоит с момента открытия. Об их сложных взаимоотношениях с местными властями и хозяином свалки наша телекомпания уже рассказывала несколько лет назад. Тогда, после приезда природоохранной прокуратуры, вроде бы полигон привели в соответствие, но ненадолго. Свою тихую ненависть к бесконтрольному, по их мнению, свалу отходов сельские активисты сначала намеревались погасить в суде. Ефемида ограничила собственников в полномочиях. Пищевые отходы здесь размещать запретили. Но спустя год все возобновилось, причем в еще больших объемах. Как утверждают местные жители, мусор везут из Москвы. Почему Москва свои проблемы решает за счет других регионов, когда Рязань сама не знает, что делать со своим мусором? Я даже писал в мэрию Москвы, лично Собянину. Вот буквально сегодня мне пришел ответ, что у них нет возможности все захоранивать там у себя, поэтому они везут к нам. Также привели к примеру, что они везут в Калужскую область. Там создан мощный мусороперерабатывающий центр, в который, как известно, Москва вложила очень много денег, помогла им построить. Но так прежде, чем везти мусор в Рязань, они могли бы и тут выделить деньги, построить такой же мощный перерабатывающий центр для переработки мусора и только потом везти. Визуально все выглядит законно. Все прибывающие мусоровозы с рязанскими номерами. Но идут-то они со стороны Москвы. Еще раз, с рязанскими номерами. А значит и мусор тамошний решили активисты. Своя версия появления номеров 62-го региона на этих грузовиках у неравнодушных, конечно, есть. Изначально, когда эти машины, вот все, которые перечислены машины у меня были, там 7 транспортных средств, они были с московскими номерами, то есть с регионом 790. То есть для того, чтобы не было какого-то резонанса от жителей ближайших сел, то есть как бы видят, что московские номера, соответственно, недовольство, чтобы это как-то не выражалось, то есть дано было указание перерегистрировать данные транспортные средства на рязанский регион, то есть на 62-й регион. Поэтому как бы жители видят якобы 62-й регион, рязанский, то бишь наш мусор, ну как бы да, и некоторые с этим как бы смиряются. Смирение не для гражданских активистов. Для окончательной идентификации грузовиков оказалось дедукцией пользоваться вовсе не обязательно. Достаточно было просто проследить маршрут одной из машин и поговорить с водителем. Ну, то есть провести настоящее расследование. Непосредственно нами, а именно мной, было проследовано за данным транспортным средствами до города Москвы, до Южно-Портовой улицы, где непосредственно находится полигон, где данные транспортные средства загружаются и везутся на полигон Рыбинского района. Также непосредственно водителям мне было сказано, что большое количество твердых бытовых отходов от населения находятся и пищевые отходы, так как идет просрочка. Водитель мне рассказал, что свозят сюда практически машины. Если действительно это московский мусор, то как же быть вот с этим заявлением губернатора в сентябре 2019 года? Неужели они его не слышали? Мы ни с кем не заключали никаких соглашений на подбор, скажем так, московского мусора здесь в Рязани. И не собираемся этого делать. Нам потому что необходимо решать свои вопросы в первую очередь и других пока возможностей у нас нет. Судя по тому, как ловко они манипулируют автомобильными номерами, столичный мусор свозят в Рыбиновский район все-таки без ведома властей. Правда, удивительно. А тут еще в соцсети запустили вот это фото, где в графе «разрешенное использование» вписано для размещения хранилищ радиоактивных отходов. Серьезно? Нам пока в этой истории ясно одно. Нужно разбираться детальнее. Чем мы займемся. Тем более, что этим делом уже занялась прокуратура. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 18 марта в Рязанском театре драмы стартовал спектакль «Пиноккио. Переплыть море». Сама постановка номинирована на «Золотую маску-2021». Ее режиссер Луиза Гуару. Постановка на сцене отличается от того, что привык видеть русский зритель. Веселый Буратино, распевающий песни – это совершенно другая история. Классическая итальянская сказка куда мрачнее. Я исходила из того, что «Пиноккио» – это игрушка. И, соответственно, оно исходило из финала. И так, да, мальчик просыпается. То есть игрушка становится мальчиком, ребенка. А то, что ребенок просыпается, и просто его игрушка перестала выполнять свою функцию. Луиза Гуара подошла к постановке с психологической точки зрения, как психоаналитик, говорит она. «Пиноккио – это объект, на который переносится реальность. Он всегда играет в смерть. Но все эти смерти обратимы. Например, убивают сверчка, а фея сразу говорит, что она умерла». Через игру мы можем эмоционально прожить реальность, осознать реальность. А смерть – это самый экстремальный опыт объективной реальности. Вероятно, по этой причине постановка и стала номинантом престижной профессиональной награды «Золотая маска-2021». Критики и режиссеры выбирали номинантов по всей стране, из сотен спектаклей выбрали меньше 50. В номинации «Драма», например, 20. Среди них и постановка Луиза Гуара «Пиноккио – переплыть море». А объявление победителей состоится на днях, и режиссер говорит просто «Волнуюсь». Награждение состоится 22 апреля, а пока рязанские зрители могут насладиться этим и другими спектаклями в театре драмы. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Половодие, разлив – явление, к которому жители нашего региона относятся, как к чему-то привычному. Для спасателей и некоторых жителей, оказавшихся отрезанными от цивилизации, большая вода предвещает проблемы, потому его привыкли считать бедствием. Но, с другой стороны, это уникальное и довольно редкое явление, стать свидетелями которого в современном мире удается немногим. «Бескрайняя водная гладь, к реке Чайка, плеск волн на ветру». Характерное описание приморского города каждой весной можно примерить к Рязани. АК выходит из берегов, заливая близлежащие территории и создавая неповторимые пейзажи. АК относится к крупным рекам. Ее бассейн достаточно велик. Общая его площадь составляет 245 тысяч квадратных километров. Это больше, чем площадь Белоруссии. И немного меньше, чем, к примеру, площадь Федеративной Республики Германии. Половодье в настоящее время можно считать довольно редким явлением. Люди держат под контролем и регулируют водоток практически всех крупных рек. АК уникальна тем, что она одна из немногих в центральной части страны рек, где все процессы естественны. Вообще АК относится к рекам с водным режимом, приближенным к естественным. То есть, она, в отличие от Волги, скажем, не зарегулирована большим количеством плотин. На Волге, на Каме, вообще в корне изменяют водный режим данных рек. И вот эта малая зарегулированность, она приводит к тому, что у нас до сих пор еще на АК сохранился более-менее естественный вот такой ход гидрографа. Столько внимания к большой весенней воде еще и потому, что привычные пейзажи средней полосы на несколько дней меняются неповторимо. Лучше остальных увидеть волшебство весенней АКи удается пилотам аэростатов. Вот уже более 10 лет легенды воздухоплавания пишут в фотографиях историю Рязанского моря. Такое имя закрепилось за половодьем с легкой подачи Льва Борисовича Маврина. На севере, на востоке и чуть-чуть на юго-западе нашего города это сплошное море воды. Соответственно, утренние мягкие красно-желтые краски солнца подсвечивают это все. Получается просто фантастическая картина, которую словами описать невозможно. А вы видели, как планета Земля акварелью талой воды рисует весенние картины? Поэтичное название совместного проекта рязанских воздухоплавателей и фотографов. Метафоричная емка говорит о красоте удивительного явления наблюдать, которое посчастливилось жителям бассейна АКи. С упоением Лев Борисович говорит о 2018. Тогда высота половодья составила 6 метров 48 сантиметров. В тот год и получилась эта уникальная фотография. К сожалению, такая вода в последние годы – редкость. За последние 10 лет у нас участились, мы сейчас как раз проводим большой анализ, с чем это связано. Участились вот такие годы с невыраженной весенней многоводной фазой. Вода поднимается, но не сильно. А может и вообще практически не подниматься, как это было в 2019 году, когда практически река никак не прореагировала на весеннее снеготайне. Каким будет половодье, зависит от совокупности множества факторов. Вычислить и спрогнозировать это можно. Несколько факторов, формирующих высоту половодья – это снегозапас, который накопился у нас за зиму. Это состояние подстилающей поверхности, которое сформировалось на конец осени у нас. То есть, насколько земля была сухая и насколько быстро она промерзла. То есть, величина промерзания тоже играет. Ну и самый главный фактор, который – это все-таки дружность половодья. То есть, это насколько быстро снег растает и насколько активно это будет все дотекать в русловую сеть. В этом году пик половодья в районе Рязани наблюдался 15 апреля. Он составил 450 сантиметров от нуля графика гидрологического поста. Уже на следующий день, 16 апреля, уровень снизился на сантиметр и с тех пор вода убывает. Поймать пик половодья сумели те, кто неустанно фиксирует самые красивые моменты в истории родного края. Я очень долго ждал, когда у нас все-таки наступит нормальная, хорошая половодья, чтобы мы могли запечатлеть, наверное, всю вот эту красоту, которую мы видим только с земли. Поэтому была задача снять это с воздуха, преподнести это, скажем так, таким образом, как не какое-то бедствие, а как какую-то красоту, которая действительно для Рязани является уникальной, потому что такого больше я нигде еще пока не видел. Запустить беспилотник из корзины аэростата – задача не из простых. Для такой съемки требуется колоссальный опыт пилотирования. Мало того, что движется камера, в движении находится и воздушный шар, из которого оператор управляет съемкой. Ловить квадрокоптер приходится прямо на лету. Но то, что получилось у Олега, согласитесь, стоило риска. Помимо того, что здесь у нас красивые виды, то, что у нас была хорошая, ну, скажем так, я назову так, хорошая вода, мы еще, вдобавок ко всему, смогли в половоде видеть много красивого света. И вот это, конечно, преобразило достаточно здорово, преобразило, я думаю, и Рязань в общем, и в целом, и какие-то отдельные участки, и какие-то отдельные населенные пункты, может быть, там. Вот. Ну, тем не менее, я постарался максимально, наверное, красочно все это показать и показать именно с точки зрения положительной, да, то есть с точки зрения того, что это уникальная вещь, которую действительно, ну, наверное, в ближайшем где-то в ЦФО мы больше не увидим. Последнее большое половодие отмечено в 2018 году. Уровень по Рязани составил тогда 486 сантиметров, что на 36 сантиметров выше, чем в нынешнем году. В не таком далеком 2013 уровень половодия составлял 619 сантиметров. О половодиях 90-х тоже остается вспоминать. Видео 1994 года из личного архива фиксировало бескрайнюю водную гладь в районе Шумыши. Максимум за последние 50 лет наблюдался в 1970 году, когда уровень поднялся до 7 метров 40 сантиметров. Такую воду вспомнят немногие. Нет, вот я хожу каждый день, хожу до реки, вода куда-то исчезла. Были разливы, которые до сюда доходили? Помню. Как давно это было и насколько сильный был валют? Это давно уже было. Ну, когда последний разлив, сейчас не вспомните? Ну, лет 10, наверное. Я там вон живу, прям в подвал подходила. Вот тут на лодках ездили. Не, давно уже. Нет, ну, когда я был маленький, были разливы даже до торгового городка, весь торговый город разливало. Мы там еще на плотах плавали. И хотя половодье в нынешнем году считается не самым высоким, стихия превратила в острова некоторые населенные пункты. А известный ресторан на корабле у пристани в этом году и вовсе пошел на дно. В памяти Рязанское море 2021 останется таким. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, Олег Буцкий. Телекомпания «Город». На этом у меня все. Больше новостей на нашем сайте и в социальных сетях телекомпании. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова